Всем привет, ребят! Сегодня к Тимке пришла посылка Прямо Айраджицу Далеко она шла Из самой Америки Да, Тимоха? Да Ну вот Наверное, сегодня мы будем его собирать Да Но сначала мы хотим посмотреть все-таки коробку Тут есть два домика Один синий, другой зеленый Так И посередине стоит уже Красный такой большой халяв Смотрите, ребят, написано Батарейки включены Это значит, что там должны быть батарейки Для того, чтобы что-то делать Мы уже с Тимкой знаем, что это будет Театр теней, да, Тимоха? Тут есть все ниндзя Ву Дальше Кай Кай Коу Ллойд Джеймс Зейм Нилья Дальше я не знаю Клэр Джеспер Мисако Почтальон Печки 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 И Дар Дальше я не знаю Дальше я не знаю Угу Угу Ух ты И тут такие вот Толстые книжки какие-то, я смотрю Да, самые большие Дальше я не знаю Дальше Дальше Седьмой пакет Вот такой Угу Третий пакет Первый пакет С курами С курами Да, две курицы входит Опа Восьмой пакет Я достал еще Тринадцатый И четвертый Еще там есть Очень много пакетов Пятый Дальше Тут пластины Я достал Угу И это для театра теней Угу Шкалы Он из-за шкалов Стоит Дальше Один Отнутый пакет Вот такие вот детальки Для крыши Это второй Пакет Угу Интересный И Десятый Так И еще Станала пластина Подожди Второй Ты уже был Смотри Ребят Вот второй Пакет Это на второй Пакет Крыша На этот дом Понял Два пакета Два пакета С одним номером Что под Поднимается крыша А вот это Да Вот ребят Смотрите Крыша такая Тут очень оригинальная Крыша Все Там больше ничего Больше не осталось Да Посмотрите Там больше ничего Не осталось Вот Утряхиваем И тут Такая Одна Книга Очень толстая Ого Смотрите Ребят Какая толстенная Книга Там вот 200 книг Лего Нильдяга Ага Вот так Я же Эту книгу Сделай Слушай Тимка Так что только Одна книжка И все И наклейки Больше ничего Да Все в одной Книжке Да Вот Начинаем Стройку Давай Ага Вот она Видите Вот эта картинка Прямо на самой Первой странице Да Стойте Вот она Смотрите Это первая страница Вот оказывается Это первая страница Да Хотя тут на картинке Кажется что она Не первая А какая-то большая А тут именно Так и есть Смотрите Это как художники Придумывали Вот все это дело Факты по конструкции Дизайна А это видимо Сами ребята Которые придумывали Все эту историю Да я помню этот сайт Мы этот смотрели Да Ага Вот это все Ниндзя Все герои Которые здесь В этом сайте Участвуют В этом наборе Участвуют Театр Теней Слушай Это уже По какому-то По другому пошло По французски Наверное А то же самое Но по французски И на других языках И на итальянском Ааа Ну понятно Интересно На нашем-то Русском языке Есть или нет Наверное есть Хотя подожди Как может быть На русском Смотрите Светящийся кубик Ага Слушай У нас же был Светящийся кубик Где-то Из какого-то Набора Это Музея И первый пакет Начинаем строить Вот такой храм Зеленый Зеленый храм Ну Тимка Ну прежде чем Ты начнешь строить Разреши я все-таки Ребятам покажу Еще поподробней Что входит В состав А вот это Зеленый храм Да Самый первый Пакет-то который Тимка Самый первый Вот видимо Это для постройки Зеленого храма Домика Да Дальше Судя потому что Это третий пакет Куда входит Уже синий домик Строится Пакет номер 4 Тоже из этой же серии Пакет номер 5 Тимка пока Раскрывает нам Сами Сами Пластины Да Видимо На которых Мы будем строить Вот Слушай А что Одна-то Валялась Как-то Сама по себе Я думаю Что Одна Для храма Угу И так Значит Пятый Пакет Вот такой Вот Хлеб 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 Лего Хлеб А Вижу Да Хлеб Подождите Мошка Давай я покажу Ребятам Потом ты начнешь Собирать Ты лучше Там расскажи Вот это Пятый Пакет Он Для чего Уже Для храма Арджито Или Что-то Другое Нет Непонятно Да Шестой Серый Тоже Такой Вот Идет Шестой Это уже Для храма Арджито Седьмой Судя по цвету Уже Тоже Для храма Арджито Да Дальше Восьмой Пакет Тоже Такой Одиннадцатый Девятый Одиннадцатый Тоже Непонятно Чего Да И десятый Самый большой Двенадцатый Пакет Да Меня больше всего Конечно удивило Что два Пакета С номером Два Я такое Честно говоря Первый раз Вижу Да конечно же Тут На этот домик Мы сейчас строим Вот этот дом Так Вот этот И мы Будем сейчас строить Этот дом Смотрите Он построится Вот так вот А потом будем Мы уже крышу делать Угу Понятно И мы Раскрываем Я Раскрываю Нет Тимошка Так давай Пока уберем В сторону Чтобы они Не мешались Тебе собирать Да На диван Их положим И тут Есть еще Зеленое Яблоко Ага Зеленое яблоко Уже где-то Мы видели Да И такая Рыбка Ага А еще Там есть Печенье Печенье Вау Печенье Я не помню Такого Так у нас И не было Осторожно Сейчас Выгладится Мимо Так Ну достаточно Большой Пакет Такой Всего В наборе 2000 С лишним Деталей Давайте Я покажу Пока Тимка Там собирает Прямо Вот я раньше Не обращал Внимание Что на коробках Написано Сколько деталей В наборе Но вот здесь Прямо Так четко И указано Кому 14 С плюсом Да Во-первых Это для тех Кому 14 С плюсом А мне еще 5 Нет Нет Красный А смотрите Ребят Тут еще В набор Входит Вот такая Кепка Шапка Красная Была Была И вот это Смотрите Замечательная Вещь Такая Да Точно Это кто Такой Тимоха Маленький Человечек Маленький Человечек Два Маленьких Человечка Да Это у нас Четыре Это четвертые Да Рыба Входит в набор Это из небесной Акулы Рыба Вот такое Тим Как говорит Печенье Давай еще Курицы Покажите Тимоха Курочки Две Две Курочки Человечек Вот такой Куку 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 Ну вот Хлебный Батон Входит Сюда Даже Два Батона Ты Смотри Три Три Батона Разных Цветов Одного Белого Другого Черного Цвета Вот это Очень важная Деталька Которая Мне нравится Для построения Храма Специально Она очень Важна Да Так Папе Она очень Очень Без нее Храм Невозможно Смотри Ноги Тут Два Человечка Сейчас Строится Два Человечка Так уже Ниндзя Одного Собрал Что Ли Получается Да А я что Пропустил Пока Рассказывал Ребята Ты Пока Собираешь Этого Человека Я покажу Еще Ребятам Ух ты Узнаете Детальку Да Узнаем Давай Я его поставлю Чтобы лучше Было видно Так А Тимка Наверное Скажет Как его зовут Я не знаю Тут Все подписаны Люди Давай Давайте Посмотрим Ребят Вот он Этого Человека Зовут Джеспер И Начинаем Стройку Ну Наверное Я Такие Детали И Ставлю И Ставлю По инструкции Начинаешь Собирать Конечно Ну Давай Сейчас Я Пока Помогу Тебе Осободить Стол А потом Покажем Что у нас Получилось Добро Ребят Хочу Еще Вам Показать Вот Эту Наклейку Лего Которую Пока Еще Тимка Не Раскрыл Она Выглядит Вот Так Что тут Нарисовано Тут Ковер Ковер Это Знаки Для Избушки Для Магазина Да А это Вот Кусница Это Растрепанный Бубен Растрепанный Бубен Да Интересная Штука Растрепанный Бубен А вот Это Две Карточки Ву И Джей Вот Эти Карточки Тоже Показались Интересными Смотрите Ребят Я Уже Наклеил Одну Наклейку Сейчас Вторая Пойдет Это Две Карты Одна Карта Джей Другая Ву Подожди Подожди Карты Мне кажется Это какие-то Брусочки Или что Это Такое Карты Ребят Смотрите Какие Они Красивые Я Правда Не знаю Что Такое Карта Но Смотрится Это Круто Карты Спинджит Помнишь У меня Были Кимка Не Очень Помнишь Спинджит Такие Да Карты Спинджит А Ну Карточки Спинджит И помню Конечно Это Мы Обзор Делали Да По ним Недавно Мы С мамой Делали Обзор Про них Ты говоришь Сейчас Да Смотрите Этой Вот Штучки Чтобы Наполнить Дом Тут Мешочки Мешочки С вареньем Печеньем Для чего Вот эта Шляпка Да Вот эта Шляпа Для чего Я тоже Подумал Причем Здесь Горнорабочий Или кто Там Шахтер Причем Здесь Вон А это Что Сейчас Видите А что Это Такое Тимоха Фонарь Рукомойник Да Ребят Смотрите Какое Неожиданное Использование Вот этой Каски Шахтера Они ее Перевернули И получился Рукомойник Ну Ничего себе Вот это Выдумки А это Кран Синенький Да Ребят Смотрите Это Кран Вот Это Круто А я думаю Зачем Каска Шахтера Здесь Шахтера Я даже думаю Зачем Это Вообще Это А Молодцы Ой Ребят Смотрите Я чувствую Дело Дошло До яблок Рыб И прочих Всяких Вкусностей Хлебов И хлебов Да Ну Вот Первый Пакет Подходит К концу Да И мы Уже Можем Вам Показать Первое Здание Ко Ко Да Ну Как мы Считаем Магазин Мне понравилось Что тут Есть Куры Куры Да Куры Настоящие Куры Лего Куры Да Такие Лего Куры Вот они Тут Пасутся Пасутся Ходят Ходят Да В магазине Много Продуктов Очень Красивые Да Хлеб Яблоки Любимые Кимкины Зеленые Яблоки Мокомойник Просто великолепно Придуманный Рыба Почему-то Оранжевая Не помню Не понимаю Почему Почему Оранжевая Тимка Рыба Два Человечка У меня Сейчас Да И два Человечка Таких Ком И Какой Джеспер По-моему Если Не Извиняю Да И вот Вот Эти Карточки Мне Очень Понравились Не знаю Ребята Просто Классные Карточки Поделимся С вами Тимка Переходит Ко второму Пакету Да Как вы Знаете Второй Пакет У нас Состоит Из двух Пакетов Вторых Ух ты Красивые Какие Резные Ребят Смотрите Какие Резные Штуки У меня Такая Уже Есть Дверь Это Какой-то Меч Да Я так Понимаю Или что У меня Такие Дверь Так Смотрите Замечательные Четыре Теперь Четыре Так Смотрите Тут Есть Клинки И Ножики Давай Поближе Покажу Ребятам В этом Пакете Два Клинка Два Нича А Четыре Клинка Два Нича Два Ножика Они Что Склеены Что Или Что Тимок Смотрите Ребят Они Это Самое Объединены Их Надо Будет Разрезать Оказывается Видите Убрать Да Убрать Я могу Даже Сейчас Убрать Ну Давай Убирай А я Думал Только Китайцы Объединяют Вместе Оказывается И Леговцы Сами Тоже Не Брезгают Этим Вот И Клинки Тоже Объединены Да Смотрите Оказывается Ребята Они Тоже Склеены Между Собой Не Знал Как будто Жейна Кая Джей Акола Ясно Вот Можно я Ребятам Покажу Тинька Что Сейчас Будем Собирать Вот Что Это Там Бахнулось Это Вот Мы Собрали А Теперь Тинька Будет Собирать Вот Такую Скуповину Домик На самом деле Получается Прямо Очень Красивый Прямо Чувствуется В нем Какое-то Изящество Красота И Благородство Он Прямо Действительно Выглядит Прямо Очень Очень Симпатично Ну Пока Тинька Делает Я Ребятам Покажу Что Получилось С мечами Которые Мы Достали Оказывается Мечи Это Вот Такие Над входом Красивые Украшения Ты Знал А я Нет Да И Вот Такие Фонари Которые Тинька Сделал С Картинками Получились А Теперь Он Устанавливает Вот Этот Вот Вот Этот Не Знаю Чего Это Двигатель Или Чего Это Какую Конструкцию Сложную Прямо Над Домиком Я Только Не Понял Тимка Чего Это Такие Такие Зачем Такая Сложная Штуковина Ребят Дело Дошло До Крыши Да Теперь Надо По Инструкции Делать Крышу И Вот Она Будет Крепиться Вот Крыш Сложная Крышка Крышка Оружие? Слушай, ну что-то я пропустил этот момент. Прямо реально там оружие лежит? А можно посмотреть? Нельзя, да? Смотрите, ребят. Тут просто какая-то такая сложная конструкция, чтобы вот держать вот такую крышу. Вот здесь Тимка уже крышу сделал. Она вот так вот цепляется за эти хвостики. И может так вот приподниматься. И здесь точно так же. Смотрите. Хоп. Хоп. И вот так вот ложится. Тут прямо на гладенькую. Смотрите. Прямо раз. И получается такая вот крыша в японском стиле. Мне нравится, ребят, этот дом. Да. Он крутой, потому что тут можно открыть крышу и достать сундук. Когда открыть, и можно открыть сундук. И там вот два глинка. А в другой крыше... Покажи, 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 ребятам, как эта крыша поднимается. Тоже можно открыть и достать сундук. А вот в другом сундуке вот что. А в другом сундуке мечи. Инка, можно тебе еще попросить вот этот меч тоже туда положить? Нет, это запасной. Это запасной? Да. Ребят, смотрите, как оказывается сундуки прячутся под этой крышей. Смотрите, крыша должна быть рифленая. Мы вначале сделали ее не совсем рифленой. А теперь она вся будет рифленая с этой стороны. И тут вот мне попались вот такие вот человечки. Угу. Они, по идее, как раз на этой крыше и находятся, да? Кулу я сюда поставлю, он будет бежать. Ага. А этого человечка я поставлю, он будет ловить рыбу. Ммм, отличная идея. И дальше мы будем строить синий дом. Так, ребят, смотрите. Это был зеленый дом. Дальше пойдет синий дом. Тут синим домом входит Кай. Кай. И какая-то девчонка. Клэр ее зовут, насколько мне память не изменяет. И Клэр. Это уже будет... Третий пакет. Третий пакет. О, там внутри пакета. Еще пакеты. Стоп. А там ведь еще есть? И филоны все. Там, наверное, до храма рыжи. Вот такой у нас Кай теперь. Угу. Так. Кай. Не знаю, чем-то он отличается от обычных Кай, которых мы многократно видели своим рисунком на теле или чем. Нет, Тимка? Обыкновенный. Да. Обыкновенный Кай. Ребят, смотрите. Я тут построил уже все. Но только крышу, но только крышу еще надо сделать. Тут есть... Мы специально показываем, чтобы вам было лучше видно, как там внутри все устроено. Это кузница. Тут есть такая лампочка. Ребят, смотрите, какая лампа интересная. Вот это... Как называют это? Это, мне кажется, камин, огонь. Камин. Какой-то говорит, да. Сама кузница, по сути дела. Столик. Столик, ребят, с кружкой такой. Да. Еще тут есть коробочка, где лежит лопата и топорик. Мало, да. И это кузнец. Тот, которым кузнец работает, наверное. Кай, это кузнец. Кай, это кузнец. Да. Еще тут есть ведро. Ведро, чтобы остужать горячее, накаляют металл, потом кладут его молотком. Бьют, да, выпрямляют, а потом его прямо окунают в ведро с холодной водой. Правильно? Чтобы он остыл. И таким образом и куют разные мячи. Вот такие, как у Кая за спиной. Смотрите. Видите, ребят? Вот. Этот мяч уже сделан. Это делают кузнецы. Смотрите, дверь какая у них интересная. Да? Тимка, открой, пожалуйста, дверь. Она внутрь открывается. Она внутрь открывается? Угу. Вот такая дверь. Смотрите, какой цвет дома интересный. Такой какой-то синий. И вот такие... И вот такие вот здесь... Такие окна. Необычные окна, да. И причем, смотрите, ребят, тут какие-то вот прямо коричневые, не знаю, стяжки сделаны. Где стяжки? Ну, вот какие-то вот такие вот. Это вот говорит об определенном, между прочим, типе дома. Да. Да, наверное, это настоящая японская кайн-хижина, я так думаю. Ладно. Вот так вот он устроен. Сейчас, наверное, я так понимаю, в следующем пакете уже будет крыша. Угу. Ну, давай я еще покручу. Тут тоже озеро. Вот это, я так понимаю, какие-то камни. Ну. И кузницу еще покажу, потому что я не успел показать, как следует ее. Вот такая кузница, там огонь. Вот молодцы деревцы придумали. Вот таким образом сделать. Мне, конечно, тоже лампа понравилась лично. Ну, и вообще-то, как бы, сам домик интересный сделан. Вот в таком виде. Да? Угу. Очень симпатичный. А на инструкции это сейчас выглядит вот таким образом. То есть, вот это вот заканчивается один пакет. И вот переходит на пакет номер 4. На пакет номер 4. Когда мы это построим, будем уже саму серединку строить. Ага. Ясно. Вот, теперь у нас уже есть и крыша к этому дому. Ребят, смотрите. Во-первых, здесь у нас появились такие уже пластины, видимо, для того, чтобы можно было крышу снимать и ставить. А здесь он, Тимка, сделал вот такую историю. Со звездочками очень красивыми. Так. Окно, да, тут я понимаю, Тимка. Что, они разного размера или одинаково? Разного, да, звездочки красивые. Поверни, пожалуйста, еще другой стороной. Угу. Вот тут вот очень интересно, я ведь не знаю, что это такое, вот это вот, что такое, какая-то типа труба, что ли? Да, это труба. Труба, да? Труба, да. Угу. Вот эта штука, вот эта крыша, держится вот на таких вот в кубиках, они приставлены вот сюда, под уклоном, такие становятся. И, и вот она такая держится. Вот. Поднимается, нет? А, ну да, поднимается. Вот так поднимается, и мы там видим крысу. Крысу, да, видим там крысу. Ничего себе. Подними, пожалуйста, поднимай, попускаю ее чуть-чуть вверх, не странно. Ага, вот, видите, она как крутится, вертится. Вот такая гладкая крыша. Угу. Да. Сейчас Тимка пристраивает крышу с этой стороны. Я так понял, это вот так вот. Ага, вижу, да. Нормально. Пока так. Смотрите, она как с решетками будет сделана. Ребят, смотрите, они как сделаны, чтобы друг на друга заходили, и получается у них была такая, как схватка, сцепка такая. И вот, теперь у нас готов дом. Два дома. Два дома. Смотрите, ребят, они очень деликатные, очень красивые. И очень интересные. Тимка, показывай, как у них крыша сдвигается, раздвигается. Знаете, у него вот так вот. Да, вот эта труба у него, конечно, вообще прикольная. Сразу видно, что красота. Но пока Тимка не видит, я все-таки это самое, покручу вот эту крышу. Смотрите, ребят, она как вот так вот поднимается и расходится. И может соединяться. Вот это она складывается. А внутри там как бы вот такое помещение. Ну, не знаю, там пусто, да, ничего внутри не сделано. Просто так, пустое помещение. И я поставил край на трубу. А теперь, Тимка, сними, пожалуйста, эту верхнюю часть. Посмотрим, как она смотрится. То есть она вот так вот может разбираться. И получается, что есть нижняя часть. И еще, зато это может подниматься и опускаться. Вот поставил, Тимка, такие деревья красивые. Тут как будто еще деревья, как будто в них пуляют, и они падают. Ну, деревья вот такие вот, на таких вот ветках. Ну, не знаю, мне кажется, что очень интересные. На таких кривых стволах таких. Наверное, потому что это, наверное, какая-нибудь там вишня сакура или что это такое. Какие-то японские деревья. Они, наверное, невысокие. И вот такие извилистые. Ну, это наши догадки, конечно. Да. Я, правда, не помню, что там... Но там были леса с большими деревьями. Да, я помню. Ладно. Вот такой вот дом кузнеца. И дальше мы строим сами целый храм. А дальше, да, наверное, уже пойдет на сторону храма, наверное. Все оставшиеся пакетики, а мы уже собрали четыре, это будет как раз храм. Тим, покажи, пожалуйста, что у тебя сейчас получается. Так. О, какая сложная тут конструкция запутанная. Это что такое? Это подвал. Подвал? Там будет сниматься театр теней. Ух ты. А, вот такой театр теней, это как раз мы сейчас это собираем, да? Да, мы сейчас собираем театр теней. Ну, давайте я, ребят, покажу, как тут на картинке все это выглядит. Вот такая должна быть запутанная конструкция. Поэтому тут точно надо ставить именно в те самые места, которые положено, не отходить от конструкции. Да, Тим? Да. Открывается. Это так. Ребят, Тимка сейчас покажет, как она крутится. Она еще не собрана? Да. Да, поэтому мы вам пока просто временно показываем. Как бы, чтобы вам тоже было интересно, как же она устроена. Вот так, смотрите. Тут вот есть шестеренка. И когда она крутится... И еще можно вот так. Ага. Откать молоточек. Смотрите, ребят, да. Вот эта штука, она умеет поворачиваться. И мне кажется, она что-то будет включать. Мне не кажется. Да? Да. А эта штука, она будет крутиться. А там будет стоять фонарик, и он будет все светить. И это будет театр теней. И теперь я вам буду показывать театр теней в Ниндзя Гоу. Давай, добрая душа. Сейчас мы... Ага. Сейчас, Тимка, я штуру прикрою. Ниндзя смотрит. Секунду, подожди. Театр. Видите, что происходит? Ниндзя сидят и смотрят театр теней. Вот как он выглядит. Вот. Там происходят какие-то события. Люди ходят. И может даже появится змея иногда. Ну-ка, где там Тимка змея должна быть? Ну-ка, встань-ка. Свет выключили. Сейчас пока. Сейчас будет новое представление. Ага. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется змея и нападает прямо на одного из них. И второй заступается за него, и они сражаются. Вот такая опасность змея. А когда свет гаснет, вы видите горы и облака. Да, Тимоха? Угу. Ага. А теперь надо ребятам показать, как же все-таки эта штука вся для себя работает. Театр закончен. Сейчас Тимка покажет. Ну вот так он очень слабо выглядит. Если вы будете смотреть, то тогда это будет очень плохо. Давай мы посмотрим, как он устроен теперь. Показывай мне. Вот тут есть фонарик. Так, фонарик ребят поставили. И с помощью вот этого рычага... С помощью вот этого рычага я нажимаю и кручу за этот рычаг. И эта шестеренка приводит в действие эту шестеренку. А на этой шестеренке наматана резинка. А резинка ведет прямо к этой детальке. А свет ведь светит там. Угу. И он падает на человечков. И остается тень. А потом... Эх... Она крутится. Угу. И видно, что уже происходит театр. Представление. Угу. Ребят, а включается она с помощью вот этого рычага. А, Тимка, отведи его в сторону немножко, чтобы ребята увидели, как он включается. Пальцем только не задерживай. Ага, давай. Так. Не пока не горит в другую сторону, наверное. А, вот. Во, вот видите? Вот видите, он загорается. И зато тут еще приделано на такие вот штучки. Смотрите, здесь опускаются и поднимаются вот такие вот штучки. И вот такой там плакат. Давайте. Тим, покажи, что как будто бы там ничего не видно. Вот, там ничего не видно кому-то. Угу. На самом деле там все очень просто. Угу. Или кому-то... Просто кому-то нет. Я еще раз ребятам покажу, какой тут рычаг. Вот этот рычаг, он сам ходит туда-сюда. Вот так тырк-пырк. Тырк-пырк. И когда я его нажимаю, то вот эта красная штука давит на фонарь. Он опускается внутрь. И начинает гореть. Давит, надавливает. И он опускается туда и начинает гореть. Угу. Да. Кайфут. А еще здесь Тимка сделал рычаг. Взял огонь. Вот такой рычаг. И зато спереди у нас есть такие лесенки. Да. И тут будет стоять памятник. Ну как, вот они вот это кольцо как-то крутило. Если это убрать, то тогда получится как квартал. Смотрите, как красиво крутится. Крутасись. Оно как? Надо двумя руками как спинджетчук крутить. И все. Вот так красиво. Ух. То есть получаются вот такие лесенки, которые ведут к храму с одной стороны и с другой. Ну и, собственно говоря, тут уже сами скалы, на которых храм стоит. Значит, здесь у нас, как я сказал, театр теней. А здесь вот все-таки вот эта шестеренка, я хочу ее показать. Тут потому что, когда надо крутить, надо одновременно нажимать. То есть сначала прижимаем, и как прижавший, тогда она уже начинает передавать вращение. Прижали, и потом она начинает крутиться. И она все включается и начинает двигаться. Вот такая история. А еще мне понравилась все, тут какая-то сложная конструкция. Смотрите, ребят. Тут вот прямо, смотрите, Тинка, да, ведь наделано вот этих дуг очень много. Тинка открывает седьмой пакет. В седьмом пакете, ребят, мы собираем вот такую штуковину. Ну, это уже начало храма. Ну, вот такую штуковину. Да. Здесь у нас Сенсей Ву, и синий, это у нас, это что? Джей. Джей, да. Если забыл. Да, что-то забыл я, как его зовут. Вот. Ну, и, соответственно, вот это у нас такой вот седьмой пакет, красный. Ребят, смотрите, я уже собрал вот этаж красный. И тут открываются эти дверцы, вот так. Ага. Смотри, я такое вот, как бы первый раз вижу. Хоп. И стекло сдвигается в сторону. Раньше оно как бы как дверь открывался, теперь сдвигается в сторону. Вообще круто придумано, да, Димуха? Да. И вот эти мне нравятся детали тоже. Смотри, как бы коричневые. Как сделано красиво. Ага. По рельсам по таким ходит. Коврики при входе, видите, коричневые. А можно я еще покажу ребятам вот эти колонны красивые, такие, сделанные со вставками квадратными, да, и арки. Интересные окна, двойные вот такие маленькие, да. Тоже оригинально сделаны изнутри. И все сделано с каким-то вкусом определенным. Ну что, дальше потихонечку собираем? Или можно ставить ее сверху? Или пока рановато? Рановато. Еще тут есть такие колечки. Колечки? Да. Ничего себе, ребят. Ну такое колечки я вообще первый раз вижу. Это что такое? Я тоже. Ничего себе. Вот эта деталь так деталь. Ничего себе. Только сейчас заметил. Ребят, смотрите, сколько красных голов. Это что такое? И арбалет. И серые головы какие-то. Ну, интересная история. Что еще тут есть? Какие-то вот такие вот. Други. Колчан, наверное, или что это? Ну, ладно. Будем собирать. Что, памятник-то уже готов? Угу. Давай, выгружай тогда. Вот памятник. Ага. Хорошо. Вот такой вот памятник. Ну, ладно. И еще одно кольцо. Ну что, продолжаем. Ребят, смотрите, мы уже построили вот такой вот храм. И тут я построил уже вверх. И поставил. Угу. Ну, у первых появилась крыша у того? Да. Первого этажа или второго, как его назвать? Это тренировочная ниндзя. Да. Тут вы видите, что колл с каем борются. Мериваются силами. Да. А внизу идет ву. Угу. Ву идет, вижу, да. Можно я его поближе ребятам покажу? Не знаю, мы его ведь не показывали еще. Ой, интересный ву. Так. Интересный ву. Да. Угу. Очень интересный. Ясно. Так, Тимошка, что еще ребятам расскажешь? А кто у тебя появился вот здесь вот? Спереди. Спереди появился ву. Сенсей Янг. Памятник Сенсей Янгу. Да. Да. Вот он такой, ребят, смотрите. Похож на ву. Тоже такой. Тим, добрая душа. Расскажи, что еще появилось у тебя? Еще у меня появились вот такие лесенки и вот это открывающиеся дверцы. А можешь рассказать про замечательные вот эти золотые кольца? Куда же они все-таки пристроились? Вот сюда я вижу на фонари. Это не фонари. А что это? Столбики, папа. Столбики? Да. На столбики. И вот на концах этих столбиков появились, пристроились эти замечательные кольца. А еще есть вот такие, не знаю, как это называется, Тимошка, это что? Это? Да. Знаки. Знаки. То есть сколько их всего? Слова. Три. Три знака, да. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Обратите внимание, ребят, здесь вот есть манекен или тренажер такой. Это бубен. Тимка, вы утверждаешь, что это бубен? У что ли человека может растрепанным быть телом? Ну это манекен для того, чтобы сражаться. Такой тренажер, они его, наверное... Нет. Нет, да? Это бубен. Ну хорошо. Итак, это бубен. Бубен, да. Сзади вот такие складки мечей. Да, стоит золотовое серебряно. Дальше тут, как это называется, лук, да, или арбалет, что это? Арбалет. Арбалет. Ну и вот дальше уже будет следующий этап собираться, этаж собираться. Вот. Какая-то девчонка несет мисака, да, несет вкусное печенье. Наверное, японское, без сахара. В храм. В храм. В храм, наверное, сенсей Ву. А сенсей Ву, наверное, пошел ей... Давай, его вернем обратно. Он, наверное, пошел ей навстречу за печеньем. Угу. Да. Ну вот. Обязательно открываем. Да. А там-то нет у нас с тобой двери? А, ну есть дверь-то есть. Мы ее как бы закроем, да? Закрой, пожалуйста, тогда. Так вот. И она постучит, и он ей дверь откроет. Ну что, переходим к следующему пакету. То есть вот это у нас уже собрано. Сейчас переходим к пакету номер 9. Будем собирать следующий этаж. Ребята, я еще хотел вам показать, как Тимка сделал пол. Обратите внимание. Вот здесь вот такой пол сделан из дерева. Вот. Он, наверное, и здесь будет сделан, из чего-нибудь другого. Но там будет, наверное, лежать уже вот этот ковер. Ну что, давай дальше. Да. Ребята, смотрите, я уже построил такой храм и приставил домики. Но надо еще мне вверх сделать. Вот этот этаж. Дальше уже будет шпиль. Ребята, осталось, по сути дела, всего ничего. Осталось собрать еще один этаж. 10, 11, 12, 13, 19 пакетов. Да. Тут осталось еще ничего. Еще один этаж осталось собрать, и все. Тимка вот приделал домики рядом. Хотя по инструкции вроде еще и не получилось. Ну да, но там уже приделали. Ну, у Тимки захотелось их приделать, и он их приделал. Да. А куда я его высыпал? Что вам хочу показать? Ну вот еще такой появился замок, да? Тут тоже маленький. Еще один этаж появился? Да. И здесь вот такие вот окна. Там мой храм. Окна, да. Такие красивые окна, которые мне нравятся лично. Вот они, смотрите, ребят, вот прямо темно-синий, темно-бордовым таким сделано, и красным. И они расходятся. Вот. Сейчас Тимка будет собирать следующий. Он разборол следующий пакет. Ну и здесь я понимаю все то же самое, что и предыдущий. Что все лискодня. Будем потихонечку собирать дальше, да? Угу. Угу. Ребят, я тут открыл уже одиннадцатый пакет. Угу. И теперь я собираю уже одиннадцатый пакет. Угу. Тимка хочет показать вам книги. Ага. Тут есть такая книжка, такая книжка и такая книжка. Смотрите, друзья, видите? Это книги. Они вот так вот складываются. Можно, Тимошка, их сложить пополам? И вот такая вот получается книга. Да. Они складываются в стопочку. Ну-ка, покажи. А-а-а. Специально здесь для них полка есть. Сделано, смотрите. Видите? Вот такая вот полка. И они на этой полке стоят. В чем полка, обратите внимание, особенная. Какая-то как будто голова дракона какая-то. Это зубы дракона. Да. Но это чтобы книжки не выпали. А еще, ребят, я вам тот самый ковер хотел показать, который мы с вами видели. Вот он так сделан. Тимка его сделал уже. И с этой стороны это все смотрится вот такими окнами. А с этой стороны вот так вот. Это уже последний этаж. Да, Тимка? Да. Такой вот храм получается. Ну что, мне кажется, он достаточно высокий. Можно, пацан? Тут девчонка какая-то стоит. Пока еще не знаем. Мисака, по-моему, да, ее зовут? Да, Мисака. И еще, Тимка, хотел показать вам какие-то интересные вещи. Про кисточку какую-то он говорил. Кисточка у Мисаки. У Мисаки в руках кисточка? Да. Интересно. Она художница? Да. Ну, давайте посмотрим, что же у нас вот сейчас по инструкции полагается сделать. Это уже у нас 250-я страничка. Всего в этой книжке 301 страничка. Видите? Мы еще дойдем до конца. Да. Так, ну давайте, ребят, посмотрим, что Тимка сделал тут. Я построил уже почтальон, а сейчас буду строить Зейна. Давайте, раз уж мы фигурки людей смотрим с тобой, давай посмотрим его вблизи. Ух ты, он какой фиолетовый-то совсем. На картинке он не казался таким фиолетовым, но на самом деле я просто не обращал внимания. У него нагрудная сумка. И вот такая. Не знаю, правда, зачем здесь почтальон. Наверное, Низя тоже получает почту, как и все. Наверное, им тоже приходят письма и посылки, как Тимохе. Сегодня Тимке попал в лист лавровый лист в шуб. Да, письмо мне сегодня попалось. И сразу пришла посылка. Так, да, мы отвлеклись. Вот же, что у нас получается. Вот такая у нас получается башня. Теперь я беру Зейна. Давайте, ребята, я немножко присторюсь, чтобы было лучше. Я сюда ставлю, дальше беру... О, у нас появился еще и Зейн, ребят, смотрите. И ставлю вот сюда. Слушай, ну это же он не было раньше. Ты посмотри, какая там получилась интересная эта самая. Тут все есть Ниндзя, даже Ния. Но только Ния. Когда я соберу уже тринадцатый пакет, я буду собирать Нию. Хорошо. Действительно, это интересный набор, в котором есть все. Ну, если не все, но очень много Ниндзя. Да, Тимох? Смотри. Это, конечно, вообще интересно. Так, ну что, давайте. Во-первых, у нас появился... Краски появились. Ну-ка, расскажи, Тимка. Да, краски. Оказывается, Нисака умеет рисовать. И она явно там что-то рисует. Давайте посмотрим, что там она такое рисует, а? Какие-то облака. Это как в театре теней. Смотрите. Ух ты, какое красивое дерево. И фудзияма. Нет, это облака, Тимка. Это облака. А чайник, ребят, видите? Синий чайник. Я думал, он Сенсееву. И Сенсееву. Давай мы посмотрим на девчонку с красками. Ребят, вот она какая. Художница. Так. У нее красивые краски, кисточка, мольберт. А ты мне расскажи, пожалуйста, что в этом ящике находится. В этом ящике? Да, написано. Там фото. Вещи, кола. Руками не трогай. Видишь? Hands up. Берите руки. Что-то типа этого. Там есть расческа и фотоаппарат. Ты можешь показать нашим ребятам? Могу. Это убираю. Угу. То есть, чтобы добраться до этого секретного ящика, приходится, ребят, даже крышу снимать. Да. Ничего себе. Не взять его. Так. Это тайна. Никто не должен знать, что там. Поэтому никому не рассказывайте. Фотоаппарат и расческа. Класс. Секретные вещи. Да. Кола. Секретные вещи кола. Очень интересно. Ну, пока я не раскладываю, я вам покажу еще раз эту крышу. Смотрите, она какая красивая. Такая черепичная, черная черепичка. А наверху у нее прямо такая пирамидка. В японском стиле. Спит, я думаю. Спит такой. И кончается такой серебряной башенкой. Серебряным шариком таким на конце. Так. А пока мы тут ходили, Тимка еще успел сделать сенсееву еду какую-то. Вкусную. Ну, еще взглянем на Кола. А, на Зейна. Так. Так, вот Зейн у нас. Такой Зейн. Вот его лицо. Зейн, это робот, Тимка? Конечно. Ребят, я вот тут уже построил целый храм. Вот такой вот он. Сейчас буду соединять его мостиком. Слушай, Тимка. Слушай, Тимка, можно я вас сниму вот это место? Мне кажется, оно очень-очень сложное оказалось. Я вообще не думал, что вот эта гирлянда, если так можно сказать, крыша, навешивается вся целиком. Да? Я не знаю, можно ли снять его как-то показать ребятам, но оно на самом деле, как бы, вообще сложно вешается. Можешь показать ребятам, как она выглядит вживую? Потому что на картинке оно смотрится вообще не так. Смотрите, ребят, вот такая конструкция, очень-очень сложная. Я, честно говоря, даже не понял, как... Это Тимка взял самую простую, потому что там еще другие есть, более сложные. Или они все, Тимка, одинаковые? Нет, они разные. Разные? Ну что, я не буду вам показывать, только эту. И Тимка вот прямо их туда засовывает, и там точно такие же палочки, смотрите, у всех есть. Вот. И она на этих палочках как бы виснет, и вот, по сути дела, держится на них. То есть она на самом деле на эти... И не дает ей... Не опирается, да, Тимок? Они просто для красоты сделаны, да? Держится вся эта конструкция именно на этой центральной... На этом центральном штыре. И вот в 12-м пакете было их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таких вот крыш. Ребят, я уже... У меня уже столбаны все храмы. Вот это папа построил, и он тоже. Но мы чуть-чуть от города Стикса отсоединили. От вот этого города Стикса. Вот это отсоединили от этого города Стикса. Еще у нас есть остров Тигревых Вдов. Храм Света. Храм Огня. Нападение на Линдзяга-Сити. И этот... Сегодняшний храм... Сегодняшний храм... Аэра. Житю. Так что вот, ребят, знакомьтесь. Тимка любит храмы. И вот он их старается собирать, строить, да? Да. Вот сегодня у него появился... У нас не хватает храма скелетов. Да, и храма скелетов. Храмов серпантинов, да. И храмов серпантинов. У нас был, но мы его чего-то разобрали. Надо будет его еще раз. На мелкие детали. Чтобы уж храмы, если мы собираем, так уж пускай будут у нас храмы, как храмы. Согласен меня? Да. Вот. Ну, мы сегодня хотим все-таки рассказать про храм Арыджицу. Тимка его только что закончил собирать. Время уже... Да. 6.30. Тут можно опустить кустик, опустить дерево. Так. А, они умеют поворачиваться, да? И опустить следующее дерево назад. Так. А можно я ребятам покажу все-таки, чего не было еще до этого? Этого не было. Вот этого мостика. Да? Да. Вот этот мостик, он просто, как бы, ну, такой очень ажурный получился. И обратите, ребят, внимание, с дракошами. У нас были какие-то дракоши зеленые? Я не помню, они где были. Они были в храме огня. Ну, вот где-то, они вот были вот где-то здесь, но уже потерялись. И еще они были в храме нападения на ниндзя-гасите. Ну, вот сейчас они куда-то уже ушли, эти храмы. Поэтому, собственно говоря, что... Вот нападения на ниндзя-гасите, а вот храма... Нет, драконов-то нету. Да. Драконов-то не осталось. Да. Так вот, короче, теперь там они были зеленые, а здесь они вот такие вот серенькие. Это камень. Камень, да, такие. Не из камня. Не из камня. Но зато с этого мостика удобно было ловить рыбу. А на вот такие вот красные палочки, они такие гнутся, и вот сюда вот соединяются. Это чтобы люди не упали. Да, такой ручки такие. Но мне понравилось больше всего вот этот храм. Какой свой самый любимый ты сейчас на данный момент? Вот этот, да, храм? До этого у Тимки храм «Битва за ниндзя-гасите» был любимый. Он мне тоже очень нравится. Он хороший. Он даже на самом деле, наверное, не хуже храма Роджитсу. Потому что храм Роджитсу, он как бы хороший, да, безусловно. Ну, вот прямо сказать, что он какой-то вот невероятно крутой, ну, по моему мнению, так нет. Ну, храм обыкновенный храм. Ну, зато у него тут башня и двух домика простых. Да. Я думаю, может, пластину купить и на пластину его на большую подставить. Ну, вот как вот там мы сделали, вот там же на пластине сделать. Или как на том. Или как на том, да. Но я так понимаю, что, наверное, он не встанет. Потому что тут видите, ребят, косо все сделано. Мне кажется, он не получится так сделать. Вот, поэтому не знаю, сколько у нас проживет. Как, Тимка, думаешь, он у нас продержится в таком состоянии? День-то хоть продержится? Ну, может, да. Может, день продержится. Вот. Покажи мне, пожалуйста, что еще было в тринадцатом пакете. Я знаю, что там были еще две вещи. Это фейерверк. И самолетик Зейна. Да, смотри. А еще мостик. Мостик. Ребят, самолетик Зейна вот там вот. На картинке вот так вот показан. А в лизе он выглядит вот таким образом. Расскажи, Тимошка. У него крылья как у Байдмана. Баба-ка еще Ния такая вот. Да, Ния точно. И такой человечек. Ага. И такой человечек. Как его зовут? Его зовут. Сейчас мы узнаем, как его зовут. Наши все герои описаны вот в этой книжке. И мы сейчас с вами прочитаем, как его зовут. И вам расскажем. Значит, этого героя зовут Даррет. И Даррет. Даррет. Мисака, мы уже с ней знакомы. Она художница. Джеспер. Не знаю, чего он делает. Тоже у нас он ловит рыбу почему-то. Не знает. А, ну и там тоже ловит рыбу. Вот. Почтальон. Правда, без письма. Я не знаю, куда у него письмо делось. Где у него письмо делось? Письмо у него на втором этаже. На втором этаже. Вот. На третьем, вернее. Какой-то штук. Какой-то штук. Где-то лежит на третьем этаже. Давайте заглянем. Так, не в этой, не в золотой. Так. В той, наверное. Попалось письмо. А, вот письмо. Вот оно в книжке лежит у Тимки. И я складываю все книжки в стопку. Вот. А теперь посмотрим, собственно говоря, на Зейна. У Зейна крылья Бэтмена. Нет. А у кого-то какие у него крылья? Что это за крылья у него? У него крылья... У Бэтмена таких крыльев не было. Не было, да? У него поменьше были крылья. Поменьше. Ну, как у летучей мыши, мне кажется. И целая какая-то... Не знаю, что это. Какие-то снаряды у него за плечами. Или что это такое? За плечами у него копья. Копья, да? Понятно. Ну, вот такой Зейн. Он может взять копья, если у него нет под руками мечей. Да. И бороться мечами. Да. Как мы говорили уже, он робот. Или копьями. Копьями может бороться. Вот его, кстати, ребят, другая голова. Вот тут вот видна. Да. Не знаю, видно вам, или нет? Вот две головы. Да, такая. Мне кажется, такой Зейн у нас уже был. Да? И еще... Как ее зовут? Ее зовут Мисака. И еще у Мисаки две головы. У Мисаки две головы? Одна такая голова у Мисаки. Ну-ка, давайте, ребят, посмотрим. О, тут она в очках. Да. Как настоящая художница. И здесь она такая. А что, голова-то, в принципе, похожа даже, я бы сказал. Тут у меня понятая бровь. У-у-у-у. А тут обочиняя. Ну, ясно. У нее красивая такая палитра для красок. Так. Ну вот. И осталась еще одна вещь, которая называется фейерверк. Это машина для фейерверка. Угу. И сейчас я буду показывать вам фейерверк. Давай, добрый зуша. Это как пушки. Давай. Огонь. Пью-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Парад Салют, честь храма Ниндзяга Ура! Класс Это фейерверк Отличный фейерверк Просто замечательно придумано Молодцы ребята И на коробке Кол стоит рядом с машиной фейерверка И пускает Кол это вот Это Кай Это Лойд Это Джей Это Ния Это золотой Какой золотой? Это Зеин А снизу Зеина Ву Ну вот этих-то героев Мы уж точно все знаем хорошо Ясно Опять пля Салют! Салют! Ну вот в принципе все Как бы не знаю Всех героев Тимка рассказал Храмы я думаю Вы уже посмотрели как собирается То есть мостик Это наверное Кузница Это магазин для рыбы и молока Так Для всего Для всех продуктов И сам храм Огромный храм И сам храм Могу я тебе Тимошка попросить его все-таки повернуть Как бы другой стороной Чтобы мы могли в него внутрь заглянуть Как же он устроен внутри-то все-таки Зал на первом этаже Ну на втором Дальше получается Место для тренировки А на третьем Ну не знаю Какая-то комната для творчества Что ли Так ее можно назвать И на чердаке вещи кола И все венчает вот такая вот башенка Это целая башня Да Целая башня Да Кай в кузнице был А, убежал куда-то Ушел Ушел куда-то Да Он ушел Покрутите-ка еще раз Теневой театр сделаем Немножко посмотрим Теневой театр О Как она крутится Вот смотрите Она крутится Но к сожалению Я не могу вам добавить змейки А змейки нету Это пала что ли? Да Ну ясно Ну что хочу сказать Мне этот личный набор понравился тем Что тут каждый кубик находится на своем месте Люди, которые создавали этот набор Они явно обладают большой фантазией И мастерством придумщика Они потому что это не просто какой-то набор кубиков Вот как в том вот храме И просто поставлены кубики и все И нет никакой фантазии Понимаете, да меня, ребят? Это папа строил Когда я чувствую прямо Что мне явно не хватает вот этой Не знаю Воображения Ну вот мы старались сделать Как у них Ну конечно же не получилось Это понятно Но мы старались Он получился большим Он получился большим Но Вот таким вот каким-то Обыкновенным Ничем особо Непримечательным И там сколько деталек? Две тысячи деталек Мне кажется Это самый большой набор из диньзя Который у нас есть Да Больше-то нас не было Много деталек Ты устал собирать? Тяжело ведь было? Да Были какие-то сложные моменты Которые тебе Вообще казалось Что не собрать Вот в этом домике Вот в этом домике, да? Было? Вот эти ключики какие-то, да? Которые ты вешал? Да Вот это кстати Интересная тоже штука Эти крючки Я вот не знаю И на этом Тут есть еще курица А где крючок-то этот? Я что-то даже не... А, вон там Я его вижу Там на нем Ничего не висит Ага Тут есть еще один герой Которого я не знаю А вот эта Кунг-статуя Как его зовут? Сенсей Янг Или как там его? Да Вот такая история Я с вами прощаюсь Всем пока Пока, Тимоха Добра душа